Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена кадровым вопросам, зарплатным вопросам, короче, разным актуальным вопросам, которые возникли в этом году на основе законодательных изменений и которые можно разрешать с учетом примера 1С-ЗУП. Вы видите на экране наши контакты, наши электронные адреса, телефоны, телеграм-контакты. Вести нашу сегодняшнюю встречу буду я, консультант Залидия Гардышева Галина. И вы видите наш адрес. Если вам по какой-то причине оказалось неудобным, например, время проведения вебинара, или вы не смогли досмотреть его до конца, то вы можете через некоторое время обратиться на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров, ну и посмотреть то, что вам не удалось или то, что вас заинтересовало. Там достаточно много всяких материалов. Так что милости просим, будем рады сотрудничеству. Итак, сегодняшняя наша программа, вы видите ее на экране. И на самом деле вызвана она тем, что кроме всяких революционных изменений 2023 года, у нас и с начала этого года были изменения, то, соответственно, эти изменения вроде бы не такие революционные, но, к сожалению, тем не менее, они вызвали массу вопросов. И сейчас уже на многих информационных ресурсах, таких, например, как ЛЕРК, стали звучать уже мнения, что хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть то, что хотели делать упрощением учета НДФЛ и соцзвносов на деле, получилось, наоборот, усложнением. Ну вот, мы сегодня будем разбираться и смотреть, где же можно постелить соломку. Сегодняшняя наша встреча будет построена таким образом. Формативные материалы мы будем с вами смотреть по слайду. Вот, ну, например, такое. И будем параллельно переключаться на демо-версию программы. Вот таким образом. И смотреть, так сказать, на местности, ручками трогать то, о чем мы с вами поговорили в теоретическом ракурсе. Итак, возвращаемся к нашим слайдам. И займемся вот тем. То есть самая большая сложность, затруднение, смотря как назвать, вызвало то, что с нового года у нас в обязательном порядке изменилась подача уведомлений. То есть переходный период, когда мы подавали платежки, у нас закончился. И с 2024 года мы обязаны подавать уведомления. И обязаны подавать по НДФЛ дважды в месяц. Ну, то есть, соответственно, не только подавать дважды в месяц, но и дважды подавать уведомления, и дважды должна происходить, соответственно, оплата НДФЛ. То есть у нас действуют при этом такие сроки. Это закреплено в налоговом кодексе, статья 58. Что мы должны подать уведомления не позднее 25 числа за период с 1 по 22 число. И не позднее 3 числа за период с 23 по последнее число предыдущего месяца. Ну и немножко выбивается из общего графика. Это декабрьский расчет зарплаты и, соответственно, уведомления и начисления по декабрю. Его мы должны подать по 31 декабря. Обратите внимание, то есть у нас получается уведомления мы подаем до 25 и до 3, а оплачиваем, соответственно, если НДФЛ удержан с 1 по 22, то платим мы не позднее 28 числа. А если НДФЛ удержан с 23 по последнее число месяца, то платим бюджет не позднее 5 числа. Значит, здесь возникают некоторые, ну, скажем так, наверное, словесные, лингвистические, если можно так сказать, коллизии, потому что, значит, что значит уплачиваем. То есть это значит, что мы сами ничего оплатить не можем, что мы должны только обеспечить наличие денег на едином налоговом расчетном, на едином налоговом счете. Значит, соответственно, к 28 у нас должна быть там сумма, которая позволяет покрыть начисленный удержанный НДФЛ. Ну и, соответственно, не позднее 5 числа у нас тоже должна быть там сумма, которая покрывает необходимое начисление. Поэтому, соответственно, никаких платежек никуда мы не делаем. Мы только обеспечиваем наличие денежных средств. А платит уже самостоятельно налоговая инспекция, то есть распоряжение единым налоговым счетом производят налоговые органы. И наша задача только обеспечить на них наличие денег. Вот в этом моменте прошу вас соблюдать, так сказать, максимальную осторожность, потому что, как вы знаете, в НДФЛ у нас в прошлом году, в 23-м году, было приоритетное, установлено приоритетное удержание. И если у вас, например, на расчетном счете имеется какая-то сумма, которой не хватает на покрытие всех платежей, то вы уже не можете влиять на то, как произойдет распределение платежей. Распределение произойдет автоматически сначала в пользу НДФЛ, а уже в оставшаяся, так сказать, очередь то, на что хватает денег на вашем едином налоговом счете. В прошлом году у нас начал действовать этот механизм, и его надо обязательно учитывать. Кроме того, максимальные изменения коснулись у нас в 2024 году именно НДФЛ. И, собственно, сейчас мы снова вернемся к программе. Именно коснулось НДФЛ, правил удержания НДФЛ, отражение социальных выплат у нас произошли, поэтому изменения. Ну и, в общем-то, напомним немножечко, поговорим про отпуска, про больничный, особенно когда длительный больничный, про отражение командировочных и взаимосотрудниками. То есть это все темы, которые корреспондируют с изменением начислений, с изменением размера начислений по социальным взносам. А вот, так сказать, материальное обеспечение, вот про это нужно не забыть, потому что все изменения, которые произошли у нас с нового года, необходимо отразить, во-первых, в учетной политике, и, во-вторых, именно в конфигурации ЗУП, это затронет, во-первых, штатное расписание, во-вторых, графики отпусков, в-третьих, дополнительно потребуется корректировка ваших локальных нормативных актов, то есть это будут положения об оплате труда и примирования, и положения правила внутреннего трудового распорядка. То есть это все документы, которые мы должны были оформить концом декабря. Но если вы до сих пор вдруг по какой-то причине не оформили, то сейчас как раз самое время, так сказать, эту оплошность исправить. И мы снова возвращаемся к соц.выплатам, потому что кроме того, что у нас изменились сроки подачи уведомлений и, соответственно, оплат, у нас еще скорректирован порядок расчета по 6 НДФЛ. Значит, в этом году надо будет сдавать 6 НДФЛ, обратите внимание, за квартал, полугодие, 9 месяцев и год, а не помесячно, как было ранее. Ну и также у нас новая форма действия по 6 НДФЛ, и применять ее нужно с предоставления расчета за первый квартал 2024 года. То есть обратите внимание, что уже за 2024 год мы отчитываемся по новой форме. Не за 2023, а за 2024. Вот НДФЛ как бы наглядно иллюстрирует следующую схемку. Я ее сейчас покажу перед тем, как я на нее перейду. Несколько слов про эту схемку. Она, в общем-то, эта схемка 1С-овская, и она иллюстрирует именно правила работы с НДФЛ. Ее приводят многие информационные ресурсы, но, тем не менее, она достаточно информационна, хотя и небольшая. То есть три шага к идеальному НДФЛ. прямо повеяла школой и идеальной шпаргалкой. На самом деле, то есть первый шаг – это, так сказать, проверка зарплатного и НДФЛ дохода. То есть все ли у вас включено заработную плату, проверяйте начисления. И если уже все как бы нормально, то есть все совпадает, тогда переходите к следующему шагу. Делать это нужно ежемесячно, поскольку, собственно говоря, начисление происходит ежемесячно. после того, как вы закончили с начислением и с выплатой заработной платы, вы проверяете, чтобы у вас ничего не осталось, чтобы были закрыты все, так сказать, движения, которые необходимы, проведены отпуска, командировки и так далее. И как вы проверяете? То есть в 1С у нас существует дополнительная настройка анализа зарплаты по сотрудникам и дополнительная настройка анализ НДФЛ. Мы все эти анализы посмотрим потом. Ну, это, так сказать, вот сразу куда бежать и что хватать. То есть вот эти два отчета вы используете для того, чтобы проверить, как вы провели начисление и закрыли все корректно. Следующий шаг – это вы должны проверить исчисленные НДФЛ. То есть, что вы не упустили никаких моментов, никаких начислений, не обложив их НДФЛ. но это можно делать несколько реже. То есть проверять, если у вас были между выплатами какие-то начисления, например, больничные листы или еще что-то, то, соответственно, вот проверить, что у вас попадают межрасчетные вот эти вот расчеты в ваши документы и все ли авансы вы обложили НДФЛ. Напомню, что если раньше вы могли установить НДФЛ, например, фиксированные суммы, там, например, 4 тысячи, 5 тысячи, 10 тысяч, то сейчас такой возможности нет. Сейчас идет выплата за первую половину месяца и выплата за вторую половину месяца. То есть, НДФЛ рассчитывается по 23 число и потом за второй период с 23 по конец месяца. То есть финальное начисление заработной платы. И проверить это можно, посмотрев на два отчета. То есть, сделав сводную справку по 2 НДФЛ и, ну, соответственно, начисление, обычное начисление зарплаты и взноса. Вот здесь мы с вами еще поподробнее немножко там посмотрим это на, так сказать, на демонстрационной программе. Но обратите внимание, что вот сводная справка НДФЛ очень хорошо показывает расхождение, которое в таких случаях возникает. Следующий шаг это удержанный НДФЛ. То есть, мы сверяем исчисленный НДФЛ и удержанный НДФЛ. То есть, удержанный НДФЛ это перечисление, соответственно, чтобы оно прошло по единому налоговому счету. и, собственно говоря, после того, как вы заполнили ведомости на выплату аванса, проверить, что соответствует ли уведомление по НДФЛ, соответствует ли оно той сумме, которая у вас должна фигурировать в расчете. и, как скажем так, заключительный шаг к портрету, проверить, ушли ли денежки к вашу с единого налогового счета в уплату НДФЛ. То есть, все ли у вас совпадает и не возникло ли у вас ошибок. Может, у вас не хватило денежек или не хватило, допустим, выставили какое-то встречное требование. Ну, то есть, проверить вот эти вот моменты. И, собственно говоря, дополнительная настройка, это сводная справка 2 НДФЛ и колоночка осталась удержать. Ну, на самом деле, очень удобная функция у нас есть с вами, это личный кабинет по НДФЛ налогоплательщика. И шаг третий, который у нас остался с вами, это выплатить фактический доход, то есть, аванс или заработную плату с учетом удержанного НДФЛ и проверить, что удержанный НДФЛ равен перечисленному НДФЛ по единому налоговому счету. Вот, собственно говоря, вроде все не очень сложные задачи, достаточно логично вытекающие друг у друга, но тем не менее собраны вот в такую вот табличку, может быть, это поможет вам быстрее адаптироваться к механизму двух уведомлений и двух, соответственно, платежей. А сейчас мы с вами переключимся в, так сказать, в поля, переключимся на демо-базу и посмотрим вот как бы то, о чем мы поговорили и потом еще зацепим вот кусочек практическое начисление заработной платы за первую половину и за вторую половину, потому что у бухгалтеров возникали вопросы, а как отразить, например, первую половину, расчет за первую половину и потом расчет за вторую половину, как создать два расчета за месяц, то есть вот с этим возникали сложности и мы сейчас посмотрим это уже, так сказать, на практике. Значит, вот наша демо-база и начинаем мы с вами расчет зарплаты и у нас с вами есть все начисления и начисления зарплаты и взносов. Это у нас немножко отличается, потому что начисления зарплаты и взносов это как бы итоговое начисление за месяц. А когда мы работаем с вами за первую половину месяца, все начисления, открываем все начисления, вот видите, у меня здесь уже как бы сделаны начисления за предыдущие периоды, но вот в том числе и март, февраль, январь. То есть когда мы нажимаем здесь вот в этом журнале операции кнопочку создать, у нас с вами доступно начисление за первую половину месяца, ну и соответственно за вторую. А вот когда мы с вами сейчас сделаем вот такую вещь, переключимся на зарплату, если мы с вами откроем меню начисления заработной платы, то здесь у нас только начисление зарплаты и взносов, так сказать, итоговое. То есть вот это вызывало сложности для бухгалтеров, потому что вроде как зачем мне открывать общий журнал начисления и так все понятно, что зарплата, начисление зарплаты и взносов, как мы привыкли и вперед погнали. На самом деле нет. На самом деле через все начисления мы с вами имеем возможность выбрать начисление за первую половину месяца. Ну то есть нажимаем создать и вот она первая половина месяца. Я открою уже начисленные чтобы нам не терять время. начисление за первую половину месяца. На самом деле как только я выбираю месяц ставлю соответствующую дату, потому что первая половина месяца естественно если я сегодня начинаю формировать этот документ и не обращаю внимания у меня простается сегодняшняя дата, то есть текущее 12 число и соответственно тогда уже будет не совсем правильно и расчет первой половины месяца до какого числа включить на эту циферку мне тоже эту дату мне надо заполнить правильно закроем это нам не надо вот и после этого главное нажать большую кнопочку заполнить не промахнуться а именно нажать ее и если у вас заполнены правильно все документы по заработной плате то есть штатное расписание карточки сотрудников то соответственно у вас заполнится автоматически информация по первой половине месяца то есть корректно проставляется вся информация по окладам берется половина оклада и дата выплаты берется такая какая надо за первую половину то есть здесь трудозатраты задать период правильно задать даты правильно и нажать кнопочку заполнить очень тяжелый интеллектуальный труд проверяем на всякий случай что у нас удержание напоминаю что удержание по исполнительному листу сейчас у нас очень ужесточились требования если вы удерживаете по исполнительному листу то нужно ни в коем случае не забыть отчитаться в службу судебных приставов или как автору исполнительного листа о том что перечисление сделано ну и соответственно проверить что здесь реквизиты исполнительного листа заполнены правильно проверить правильно ли у нас рассчитан НДФЛ и правильно ли у нас заполнено уведомление заполнено уведомления по начисленным суммам. Небольшая тонкость. Еще в прошлом году, после того, как у нас были сделаны изменения по были сделаны изменения по оплате по подаче уведомлений по оплате, соответственно, их дважды в месяц в конфигурации была как бы настройка задана, что даже если вы забыли указать, что оплата за первую половину месяца, программа автоматически вам насчитает удержание НДФЛ, если вы вдруг забыли его сами проставить. То есть при начислении заработной платы за первую половину месяца автоматически рассчитывается и удерживается НДФЛ. Ну, то есть, соответственно, вот мы видим цифры, удерживаем НДФЛ и, соответственно, проверяем уведомления, отправили или нет, правильно ли указаны цифры и достаточно ли денежных средств на вашем единым налоговом счете. А вот после того, как вы сделали начисление за первую половину месяца, когда приходит срок по второй половине месяца, вот только тогда вы делаете начисление вот отсюда. То есть итоговое начисление заработной платы и взносов. То есть тогда вы делаете дополнительно, формируете расчет. Вот он у меня, допустим, январь тут вот на этой организации. Вот. Сейчас мы с вами посмотрим внутри. То есть вот у нас оплата по окладу, полностью указан оклад и указан период с первого по конец месяца. То есть вот здесь вот обратите внимание на то, что этот расчет ну, как бы итоговый. И мы с вами помним, что у нас зарплата и зарплата и управления персоналом. Это программа, которая ну, осуществляется обмен либо с бухгалтерией, либо с ИРП. То есть соответственно, когда мы с вами сделали итоговое начисление, то соответственно вот это вот отражение зарплаты в бухгучете мне необходимо сделать для того, чтобы у меня появился появилась возможность перенести эти данные в программу соответственно либо бухгалтерия, либо ИРП. Если ИРП, например, вы не стали вести учет по сотрудникам, а ведете его в отдельной конфигурации в зарплате и кадры потом переносите в ИРП итоговые данные, то соответственно вы используете штатные механизмы отражения зарплаты и уже проводки у вас возникают в нужной конфигурации. Так, снова. здесь на самом деле вы на слайдике видите окончательный алгоритм, то есть начисление зарплаты и взносов, как я уже сказала, это окончательный расчет зарплаты по итогам каждого месяца, то есть мы его вводим, когда у нас уже проведены все межрасчетные документы, то есть отпускные, командировочные, какие-то дополнительные выплаты, больничные листы и так далее. То есть после проведения всех таких документов мы проводим окончательный итог расчет заработной платы и собственно говоря, после этого отражаем все эти итоги в то есть отражение зарплаты в бухгалтерском учете и уже после этого осуществляем перенос в нужную нам конфигурацию. Как я уже сказала, это может быть бухгалтерия, может быть ERP, может быть комплекс, но все зависит от того, какая у вас архитектура взаимодействия этих конфигурации. Отпускные. Но на самом деле по счет отпускных у нас не слишком изменился, то есть мы как рассчитывали средний заработок, так и рассчитываем. Сначала мы говорим про обычные отпускные, то есть не отпуск по уходу за ребенком или декретный отпуск, а обычный очередной оплачиваемый отпуск. отпуск. Сначала оформите, сначала напомню, документальное оформление самого алгоритма, то есть мы с вами должны обязательно оформить график отпусков. и вот здесь у нас есть небольшая детективная история, то есть согласно постановлению по трудовому кодексу мы должны не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, чаще всего это получается дата выпадает на 17 декабря, мы должны с вами составить график отпусков, исключить в него тех сотрудников, которые у нас имеются на этот период в программе. Соответственно, это у нас получается, что мы составляем график отпусков и тех сотрудников, которые у нас в настоящий момент имеются. Если после этого происходит прием какие-то кадровые мероприятия о том, что принимаем новых сотрудников или вводим новые должности, то есть какие-то кадровые перестановки, то возникает вопрос, поскольку у нас существует положение, по которому работодатель может быть привлечен к ответственности, если у него нету графика отпусков или график отпусков не утвержденный, а как быть в случае, если после утвердения графика у него добавились новые персонажи. На самом деле на практике встречается такая позиция, что все должны быть включены, пусть мы включаем их задним числом, но у нас все сотрудники включены и значит вот наше положение график отпусков, который составлен типа 19-го и 17-го декабря, но в котором включены люди, которые позже добавились. На самом деле это неправильная позиция, то есть мы не обязаны выносить в график сведения об отпусках работников, принятых на дату после утвердения такого графика. И есть судебная практика, которая поддерживает эту позицию. Но если есть судебная практика, то мы все прекрасно понимаем, что соответственно вопрос вызвал необходимость отстаивать в суде свою позицию. Если вы готовы, то мы можем использовать арбитражную практику, доказывать, что на самом деле мы белые и пушистые, но это естественно будет стоить нервных клеток. Считаем идеальный вариант, что график отпусков у нас с вами оформлен, установлен, утвержден. Обратите внимание, то есть он должен быть подписан руководителем и заверен печатью. И участники, те, кто перечислен в этом графике, должны быть ознакомлены с тем, когда они идут в отпуск. Расчет отпускных не изменился, то есть мы берем средний дневной заработок за расчетный период, за 12 месяцев и делим соответственно получаем средний дневной заработок и умножаем его на количество дней в отпуске. Здесь есть еще один интересный момент. То есть согласно законодательству мы должны сотрудника не позднее, чем за две недели до начала отпуска уведомить его о том, что он как бы обязан идти в отпуск. На самом деле достаточно трудоемко, допустим, если у вас много сотрудников, бегать за каждым и вручать ему уведомления. Поэтому на предприятиях некоторые предприятия используют может быть более такой способ для них нетрудоемкий и в обязательном порядке собирают подписной лист о том, что сотруднику вручен например график отпусков, в котором он обязан пройти в отпуск. То есть можно составить приказ, можно составить уведомление о том, когда сотрудник идет в отпуск. Можно адресное уведомление, сделать адресную рассылку настроить. То есть средства 1С позволяют это сделать. Но тем не менее должно быть письменное подтверждение о том, что работник уведомлен. А вот когда вопрос касается отпуска по уходу за ребенком, здесь немножко есть своя специфика. то есть если в отношении обычных отпусков согласно графику отпусков все более-менее понятно, то есть мы должны в любом виде сотрудника письменно уведомить о том, когда он идет в отпуск. То отпуск по уходу за ребенком у нас есть до полутора лет и до трех лет. Так как отпуск по уходу за ребенком до полутора лет у нас предоставляется по желанию любому члену семьи, это может быть и папа, и дедушка, и любой другой родственник, то СФР соответственно не знает, кто будет находиться в этом отпуске. поэтому в отпуске мы должны указать, кто конкретно будет находиться и для этого получить заявление от сотрудника. То есть в этом случае сотрудник указывает, кто будет находиться в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. заявление о назначении пособия, то есть прошу назначить пособие такое-то в связи с рождением ребенка и нахождение в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Заявление о предоставлении такого отпуска, то есть прошу предоставить такому-то такому-то члену семьи, например, с конкретной датой отпуск по уходу за ребенком и с момента получения такого заявления в течение трех дней работодатель обязан направить в фонд подписанные к ЭП электронной подписью, то есть это по каналам электронной связи, соответственно документа на предоставление отпуска. То есть начало отпуска, конец отпуска, окончание отпуска. Если вы при расчете писали заявление о предоставлении замене календарных годов, то оно должно быть приложено. и собственно говоря, если у вас имеются сведения, что был использован не полный рабочий день, то соответственно сведения о том, как это время было использовано. в этом случае мы делаем отпуск по уходу за ребенком, зарплата, и соответственно оформляем отпуск по уходу за ребенком. Сейчас я вот так перейду сюда. Вот отпуска по уходу и соответственно возвраты из отпусков. вот у нас здесь, как вы видите, есть перечень разных вариантов, есть обычная отпуска и есть отпуска по уходу и возвраты из отпуска и отсутствие в случае болезни. Это электронный больничный листок, какие-то другие ния, если у нас случилась такая необходимость у сотрудника и обратите внимание, после окончания отпуска оформляется документ возврат из отпуска, то есть либо по уходу за ребенком, либо если сотрудник у вас увольняется. В этом случае вы делаете уведомление о прекращении отпуска по уходу за ребенком, ну соответственно подаете либо по сроку, что и окончено, либо по причине увольнения. в этом случае у нас тогда программа формирует все корректно и мы не сталкиваемся с негативными реакциями. Но поскольку мы с вами корректируем достаточно много локальных нормативных актов, мы обязательно должны их проверить, как у нас отражены в учетной политике. То есть мы открываем сведения по нашей организации и в учетной политике соответственно отмечаем те изменения, которые мы внесли. Изменения в отпуска, изменения графика отпуска в штатное расписание, воинский учет и собственно говоря, вот закладочка зарплаты кадра, это мы с вами должны обязательно заполнить. Напоминаю, что изменения, которые мы вносим по учетной политике, необходимо проверить, чтобы были все отмечены. Вот хочет он у нас конторсенту, прямо вот не может внести позже. у нас демо база, поэтому соответственно к интернету мы ее не подключаем. Настройка, организация, например, вот мы выбираем головное предприятие и вот здесь настройки по учетной политике. То есть мы по учетной политике проверяем, все у нас отмечено или у нас есть какие-то изменения, то есть что-то мы допустим по НДФЛ что-то новое отмечаем или пособия по ФСС, то есть мы пособия у нас сейчас все выплачиваются прямые выплаты, то есть ну соответственно мы проверяем. При работе с этими закладочками у нас основное это внимательно читать что здесь написано и какие галочки, то есть какие чекбоксы мы с вами проставляем. То есть чтобы не проставить чекбокс по ненужному ните, которые нам нужны. И соответственно бухучет и выплата заработной платы. то, что касается отражения заработной платы в бухгалтерском учете и то, что используется при переносе. Вот. И еще про это всегда говорится всегда ну все, кому не лениво из каждого тебя так сказать звучит, то пожалуйста когда вы заполняете сведения, которые касаются либо учетной политики, либо сведения регистрационные о регистрации юридического лица, либо карточки сотрудников, заполняйте все сведения, не пропуская никакой информации, потому что как только вы что-то пропустили, вам потом придется или в режиме ручного редактирования добавлять это в какую-то отчетность, либо потом возвращаться к редактированию это уже бывает обычно и гораздо более проблематично и более трудоемко. Итак, мы с вами посмотрели, так, я уберу, потому что на самом деле это мы в общем-то все знаем, так, делаем вот так, то есть мы с вами посмотрели учетную политику, и теперь говорим вот про что. У нас бывают случаи, когда больничный, например, отсутствие сотрудника по больничному листку, если там, например, обычный случай, что заболел, простыл, там, и так далее, то расчетный листок выписывается там на неделю, например, в этом случае три дня за счет работодателя оплачивается, ну, а дальше уже оплачивается за счет социального фонда. В этом случае, значит, если у нас такой больничный оказался, смотрим это в натуре, зарплата, отсутствие по болезни, по праву, вот, и если у нас возник соответственно какой-то период, то мы вводим здесь сведения сотрудника, выбираем сотрудника и заполняем больничный листок. Вот сложнее получается, если у нас больничный листок длительный, ну, например, сердечно-сосудистые заболевания какие-то, то у нас больничный листок будет длительный, может быть, месяц, может быть, больше, это зависит от того, конечно, как человек оказался, ну, как у него здоровье оказалось, в каком состоянии, и вот тогда, получается, возникают конфликты, то есть социальный фонд имеет право запросить у бухгалтеров, у работодателей какую-то дополнительную информацию, и хотя достаточно четко оговорены сроки, в которые это должно происходить, то есть должны в течение трех дней сведения должны быть заполнены работодателем, отправлены, и потом в течение десяти дней сведения обрабатываются фондом, и, соответственно, фонд выносит решение о назначении пособия. Но на практике часто бывает, что вот этот обмен запросами затягивается на долгий период, возникает конфликтная ситуация, когда работник не может получить сведения, не может получить расчет по больничному листку из-за того, что работодатель говорит, мы все сведения предоставили, фонд говорит, на наши запросы не было получено ответов. Вот для того, чтобы не ну как бы все правильно заполнить и не попасть под штрафные санкции в фонде существует отдел для страхователей, где вы можете получить более подробную информацию по больничным листкам. Так, теперь мы с вами снова переключаемся на сейчас мы вернемся с вами к нашему плану и отражение больничных и суточных. У нас есть такой пункт нашего сегодняшнего, нашей сегодняшней встречи и на самом деле отражение командировочных и суточных вот это достаточно ну революционный скажем такой момент и связано это с тем, что изменены лимиты. Как вы знаете, собственно говоря, все транспортные например компании перевозчики в общем-то суточные использовали ну скажем как отдушинку для того, чтобы ну скажем так для оптимизации налоговых платежей. То есть как через суточные оформляли были была судебная практика когда через суточные оформляли до 40 или даже до 50 процентов выплат работникам чтобы не облагалась НДФЛ. Сейчас положение пересмотрено и в налоговый кодекс внесены изменения что максимальные размеры суточных которые не облагаются НДФЛ 700 рублей по территории России и 2500 рублей за другие страны собственно вот это единственные не облагаемые НДФЛ суммы а остальные все идут на общих основаниях и облагаются НДФЛ так же как и все остальные то есть вы можете назначить суточные допустим и 4 и 5 и 10 тысяч сутки но при этом без НДФЛ у вас будет только 700 рублей а все остальное облагается НДФЛ то есть облагаются как обычные начисления сотрудникам соответственно под все налоги износы и точно так же облагаются командировочные то есть командировочные это у нас проезд и проживание и соответственно по этим расходам сотрудник должен предоставить документы и если у него есть какие-то квитанции там соответственно договора и так далее чеки а вот суточные это уже деньги которые идут на оплату дополнительных расходов то есть соответственно вот эти 700 рублей которые у нас с вами звучали то вот они у нас попадают в командировочные и в суточные соответственно лазейчика которая существовала для оптимизации налоговых платежей у нас при этом закрывается точно так же касается и вахтового метода то есть при вахтовом методе получается что возмещение работникам затрат связанных с исполнением трудовых обязанностей у нас прописано в положении о трудовом распорядке и соответственно положение о оплате и примировании и обычно в этих документах прописаны размеры надбавок за вахтовый метод работы то есть теперь не облагается тоже только 700 рублей и соответственно лазейка которая была связана с вахтовым методом тоже теперь с 1 января перестала действовать на это обратите внимание если у вас документы локальные о положении об оплате труда и примировании и положении о внутреннем распорядке допустим старой редакции то вам обязательно нужно изменить эти положения и датировать что с 1 января 2004 года у нас эти самые документы уже должны быть использованы в новой редакции еще одно новшество которое касается опять же НДФЛ то есть как я уже говорила НДФЛ у нас претерпел наиболее значимые изменения в этом году именно в 2024 году и в общем-то изменение лимитов это одно увеличение лимитов по соц обеспечению это еще одна новость но вот все остальное касается НДФЛ то есть у нас пересмотрено отношение по НДФЛ к резидентам и к нерезидентам то есть если раньше мы с вами считали 183 дня когда он безвыездно должен находиться на территории тогда будет 15% то а в противном случае 30% то теперь мы в общем-то можем не забивать себе этим голову и соответственно у нас сотрудники нерезиденты и резиденты уравнены то есть в любом случае НДФЛ у нас удерживаются по ставке 13% либо 15% если сумма превысила 5 миллионов рублей в год соответственно уже про 30% разговора у нас не идет и на самом деле предельная величина по взносам у нас для исчисления страховых взносов у нас тоже увеличена с 1 января 2024 года она составляет 2 миллиона 225 тысяч и соответственно она увеличена поскольку увеличены имуроты в этом году и так далее то есть основное что нам надо запомнить что работники не резиденты теперь облагаются их заработок точно так же 13% НДФЛ или 15% как и у резидентов то есть теперь не страшно пропустить 183 дня даже несмотря на то что это кажется такое послабление со стороны государства для не резидентов тем не менее государство свое удерживает на других вещах и еще один тоже очень существенный момент это то что лимит социальных вычетов у нас тоже изменяется изменяется собственно не настолько критично как хотелось бы то есть у нас было 120 тысяч сейчас стало 150 тысяч и вычет на обучение детей тоже повышен в этом случае у нас повышен он основательно то есть в два раза было то есть сейчас было 50 тысяч сейчас составляет 110 тысяч и по удаленке то есть уточнено что считается местом оказания услуг на удаленке и в этом случае соответственно по какому по какой НДФЛ он облагается если вы по удаленке работаете на российском предприятии даже несмотря на то что вы находитесь сами где-то может быть на территории стран СНГ и так далее то есть работодатель находится в России на российской территории и НДФЛ удерживается по ставке 13 процентов ну либо 15 если доход свыше 5 миллионов по вычетам обратите внимание вот на какой момент то есть у нас 110 тысяч вычет на ребенка это на обоих родителей или опекунов то есть то есть и у мамы и у папы сложили вычеты он должен быть 110 рублей 110 тысяч на человека с самими социальными выплатами мы тоже скажем так достаточно ну как достаточно вольно обращаемся на самом деле на обучение и на обучение детей на обучение самого себя и на лечение мы знаем что это часто распространенные вычеты на физкультурно оздоровительные услуги тоже достаточно часто используется вычет а вот на взносы не государственного пенсионного обеспечения страховые взносы на добровольное пенсионное страхование и договора добровольного страхования жизни вот это к сожалению используется не часто и вычеты на дополнительные взносы на накопительную пенсию тоже не так уж часто используются а вот следующий пункт который вы видите на экране это на оценку квалификации налогоплательщика вот этот вычет работодатель не предоставляет то есть этот вычет работник может заявить самостоятельно когда он подает декларацию в налоговый орган и вот это вообще очень-очень редко используемый вычет обратите на него внимание то есть ситуация когда требуется оценка квалификации налогоплательщика к сожалению еще встречаются достаточно часто и этот вычет можно использовать у нас еще один достаточно скандальный был в свое время налог это НДФЛ при договорах займов то есть по материальной выгоде если вы предоставляете сотруднику физическому лицу займы по ставке процентной ставки ниже ставки рефинансирования то в этом случае считается материальная выгода и с этой материальной выгоды платится НДФЛ 35% и не просто платится а ежемесячно в свое время это положение надело много шума и много конфликтных ситуаций было а потом с 2021 года по 2023 год был объявлен мораторий на эти выплаты и собственно коммерция могла расслабиться но с 1 января 2024 года освобождение материальной выгоды по НДФЛ перестало действовать то есть соответственно мы уже должны начислять и уплачивать НДФЛ поставки 35% и под это попадают договора которые заключены то есть если выдан займ в предыдущий период и под этот перечень попадают займы по сроку заключения до 2024 года то есть и 20 например и 21 и 19 и если займ не закрыт то он попадает вот под это положение и мораторий с 1 числа перестал действовать то есть нужно проверить если есть такие договора пересчитать и быстренько так поправиться на самом деле отчеты за первый квартал по НДФЛ как мы уже с вами говорили соответственно за этот год они предоставляются по новой форме а до этого года то есть за 23 год они предоставляются по второй форме и эти договора кроме эти документы эти отчеты кроме того что разная печатная форма еще имеют разную структуру поэтому обязательно нужно проверить как ваша как ваша конфигурация соответствует или нет требованиям то есть например мы с вами сегодня смотрим по такому релизу вот по этой пиктограммке проверяем какой у нас релиз по программе значит здесь у нас релиз платформы и здесь у нас вот указан релиз конфигурации конфигурация 1.28.65 это одна из последних редакций то есть 27 была более ну уже этого года редакция но 28 совсем новенькая так что вы проверьте какие у вас стоят релизы и если пока еще есть возможность обновить до момента подачи уведомлений вот по сведениям которые уже должны быть поданы за этот квартал и еще одна ложечка дегтя теперь при определении налоговых баз с 1 января этого года мы должны суммировать базы для определения ставки налогов то есть если до этого года до 24 года например принесли какую-то справку для работодателя он взял с этой базы НДФЛ и все то теперь вы отвечаете за то чтобы вы предоставляли ему справки со всех мест вашей работы и соответственно в этом случае у вас уже подоходный налог может быть выше 13% может быть 15% если по совокупности налоговая база оказалась выше 5 миллионов то есть напоминаю с 1 января этого года мы базы для начисления подоходного налога обязательно должны суммировать ну и наконец еще последний штрих так сказать напомню то есть все нормативные акты которые мы с вами про которые мы с вами говорили их нужно привести в порядок проверить учетная политика утверждается приказом и приказ вводится в действие с предыдущего года к нему мы делаем обычно приложение то есть план счетов если у нас есть какие-то наши локальные бланки прикладываем эти бланки и прикладываем документы оборота и еще что важно это обязательно поскольку с этого года будет действовать ФСБУ пусть пока в добровольном порядке но уже начнет действовать ФСБУ по инвентаризации то соответственно должна быть прописана должны быть прописаны правила проведения инвентаризации и определения существенности ошибок вот это обычно прописывается в учетной политике утверждается соответствующими приказами руководителя собственно говоря нового в этом ничего нету и правила работы с учетной политикой с локальными нормативными актами применяются уже давно и собственно в этом году даже несмотря на все вот эти новшества про которые мы сегодня говорили не требуется вводить новую учетную политику именно из-за этих требований новую учетную политику вы можете только обязаны в смысле применить и если вы поменяли налоговый режим например утратили право на упрощенку или решили его поменять если у вас есть расходы на российское программное обеспечение включая радиоэлектронику в этом случае вы имеете право применять повышающие коэффициенты и если вы планируете инвестиционные вычеты применять и связанные с IT сферой то есть только вот в этих трех случаях вам необходимо в обязательном порядке установить новую учетную политику если эти пункты для вас не актуальны то вы можете не полностью учетную политику а внести наполнение к учетной политике и точно так же приказом ввести их в действие но к сожалению время наше уже подходит к концу я хотела еще раз показать вам наш титульный лист с нашими контактными данными то есть взять еще раз электронную почту телефоны телеграм контакты и мы будем очень рады сотрудничеству мы будем рады оказаться вам полезными и напоминаем что мы выполняем весь спектр услуг и продажу и настройку и доработку любые конфигурации 1С так что будем рады оказаться вам полезными и приглашаем вас к сотрудничеству на этом компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время за интерес к нашим мероприятиям приглашаю вас на новые встречи всего доброго хорошего дня удачи 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 о